Здравствуйте! Сегодня 15 декабря и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Объемы торгов вчера оставались низкими, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии завтрашнего заседания Комитета по ставкам США. Пара евро-доллар на вчерашних торгах практически не изменила своего положения, продолжая оставаться в узком ценовом диапазоне 1,4615-1,4683. Вероятно возвращение пары к достигнутому в пятницу минимуму на 1,4586 и продолжение дальнейшего снижения к целям 1,4480 и ниже. Вместе с тем нельзя исключить и возможность развития восходящей коррекции к уровням 1,4712-1,4775 с последующим разворотом пары на снижение. Сообщение о том, что Dubai World исполнит свои текущие обязательства перед кредиторами, поддержало британский фунт, который на этом фоне поднялся вчера до дневного максимума 1,6324. Однако долго на этом уровне пара фунт-доллар не удержалась, снизившись под напором продавцов. Рост фондовых индексов на рынках США вновь вызвал кратковременный интерес к покупкам фунта. Ну и он быстро угас, оставив фунт торговаться вблизи уровня 1,6300. Сегодня ожидаем продолжение снижения британской валюты до 1,6186. Пара доллар-франк торговалась большую часть вчерашнего дня в крайне узком ценовом диапазоне 1,0304-1,0330. По всей видимости, инвесторы не желают усиливать продажи пары на текущих уровнях. Благоприятные перспективы экономики США поддерживают укрепление доллара против франка. Тем не менее, ожидаем завершение коррекции пары на уровнях 1,0262-1,0195 и далее продолжение подъема в направлении 1,0367-1,0462. Вчерашний день не отличился активностью и для пары доллар-иена. После снижения в коррекции до уровня 88,31 пара перешла к диапазонной торговли с незначительным уклоном к подъему. Сейчас пара торгуется на уровне 88,70. Ожидаем усиление активности в паре и продолжение подъема к целям 88,93 и выше в направлении 89,80. Из основных экономических новостей вторника можно отметить публикацию Великобритании индексов розничных цен, а также цен на жилье, покупаемое на вторичном рынке. Экономисты ожидают повышения этих показателей по сравнению с их предыдущими значениями. В Швейцарии выйдут данные по объему промышленного производства. Еврозона опубликует индекс настроений в деловой среде, который покажет по всей вероятности некоторое снижение оптимизма среди предпринимателей. США опубликует во вторник целый ряд показателей. Среди них – индекс деловой активности в производственном секторе, уровень загрузки производственных мощностей, объем промышленного производства и индексы производственных цен, а также объемы покупок ценных бумаг казнатечества США иностранными инвесторами. По всем этим данным ожидается позитивная динамика. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.